Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Главные темы дня. Северский пакт и миссия Харберта – неоспоримое свидетельство геноцида против армян. Голова и рука бронзовой статуи богини Анаид на выставке в Музее истории Армении. События в Арцахе – начало новой эры приемлемого геноцида. Институт Лемкина. Зверство Азербайджана. Фотограф Давид Каграманян. Лорд Байрон и армянский народ. Канада поддерживает политическое урегулирование арцахской проблемы путем переговоров. Это подразумевает безопасное и достойное право армян на возвращение МИД Канады. Завершены раскопки античного города Пере провинции Адъяман. 105 лет назад генерал Джейм Харбард представил свой исторический отчет американской делегации, подтверждающей геноцид, организованный Османской империей в отношении армянского народа. Отчет был представлен на Барижской мирной конференции 16 октября 1919 года, став важным документом, доказывающим массовые расправы над армянами и их дальнейшую трагическую судьбу. Отчет Харбарда основывался на свидетельствах о депортациях, убийствах и грабежах, о которых сообщали американские военнослужащие. Он описывал трагическое положение армянского народа и применение геноцидальной политики со стороны Турции, что оказало глубокое влияние на позицию США по вопросам регионального мира и международного права. Несмотря на многочисленные попытки турецких властей опровергнуть и искажать отчет, включая заявление бывшего министра обороны Турции Хулуси Акара, этот документ остается неопровержимым свидетельством геноцида в отношении армян. Особое внимание заслуживает тот факт, что отчет не только зафиксировал в визню, но и подчеркнул, что Османская империя систематически организовывала эти преступления. Северский пакт, подписанный в 1920 году, был важным политическим документом, который затрагивал вопросы признания геноцида и ответственности Турции. Отчет Харбарда укрепляет значимость этого пакта, подтверждая жестокости, примененные против армян и призывая международное сообщество принять меры. Сегодня отчет миссии Харбарда остается ценным документом для подтверждения геноцида в отношении армян, доказывая, что факт геноцида был признан еще в начале XX века и продолжает оставаться неугасимой памятью против отрицания и искажения истории. 21 сентября в Музее истории Армении открылась выставка «Матерь Божеству от Анаид до Марям», где были представлены голова и рука в розовой статуе Анаид, датируемой II-I веками до н.э. Выставка организована при сотрудничестве Музея истории Армении и Британского музея. Директор музея Давид Погосян назвал выставку «беспрецедентной», подчеркнув впервые столь ценный экспонат из Британского музея, представлен в Армении. Также выставлены более 60 других ценных экспонатов из коллекции музея, охватывающей период от неолита до XX века. Археолог Армена Изограбян отметила, голова статуи была обнаружена в Армении в 1870-х годах и со временем попала в Британский музей, где выставлялась в разделе греко-римской культуры. Выставка будет действовать до марта 2025 года. Институт по предотвращению геноцида Эмилии Ремкина выступил с заявлением в связи с годовщиной оккупации и этнической чистки Арцаха. 19 сентября 2023 года начался геноцид в Арцахе. Азербайджан вторгся на трехтысячелетние армянские земли Нагорного Карабаха. Сотни армян были убиты, остальные вынуждены покинуть свои дома. Институт критикует бездействие международного сообщества, подчеркивая, что это начало новой эпохи приемливого геноцида, призывая защитить права перемещенных граждан, включая право на возвращение на родину и право на самопределение, требуя наказать Азербайджан за совершенные преступления. 18 сентября в зале офисного здания сената Рассела Конгресса открылась выставка фотографий арцахского фотографа Давида Каграманяна. Рассказывающая о войне 2020 года против Арцаха, блокаде и этнических чистках. Ответственная офица Арцаха Эрмине Авакян отметила, Азербайджан совершил геноцид против армян Арцаха, применяя запрещенные виды оружия, создавая нечеловеческие условия. Фотографии свидетельствуют о преступлениях, показывая телевненаправленный прицел на мирное население. Тяжелые последствия, вызванные блокадой Арцаха. Я выучил язык армян, чтобы понять, как и на каком языке говорили боги. Армянский язык – это язык богов. Армения – родина богов. Так говорил лорд Байрон после посещения острова Сургхазара в 1816 году. Байрон большим восторгом воспринял армянскую культуру и язык, и с помощью конгрегации махитарян начал изучать армянский язык. Байрон отмечал, что армяне, несмотря на свои страдания и преследования, сохраняли свое благородство и добродетель. Сравнивая армян с евреями и греками, подчеркивая, что у армян нет горечи первых и раболепия вторых. Байрон считал армянскую историю одной из самых интересных в мире. Отмечая, несмотря на трудности армянского народа, страна остается истинным домом культурных чудес. Байрон также верил, что рай находится в Армении, и что история армян связана с предками человечества, начиная с Ноя и заканчивая Арадской долиной. Будучи другом Армении и армянского народа, лорд Байрон выразил свое уважение к армянам в совместной грамматике армянского и английского языков, составленной с монахами Сурбхазара. Министерство иностранных дел Канады распространило заявление в связи с первой годовщиной выселения армян из Арцаха, подчеркнув важность немедленного освобождения пленных, право народа Арцаха на возвращение и уважение права на самоопределение. Год назад Баку развязал военные действия в Арцахе. В результате более 100 тысяч мирных жителей, включая 30 тысяч детей, были насильственно перемещены в Армению, что привело к росту гуманитарных потребностей. Военным действием Баку предшествовала продолжающаяся в течение года блокада дороги Бердзор, что нарушало решение Международного суда. Канада поддерживает заключение мирного договора между Восточной Арменией и Азербайджаном и призывает безоговорочно освободить всех армянских военнопленных, захваченных в ходе Арцахской войны 2020 года, также всех этнических армян, задержанных в Баку. Это должно гарантировать безопасное и достойное право армянских мирных жителей на возвращение, защиту прав человека и средств к существованию, также сохранению армянских культурных и исторических памятников региона. Раскопки античного города Пере в провинции Ад-Де-Яман в Западной Армении завершены. Работы продолжатся в следующем году. Пере – один из пяти крупных городов королевства Комагене. В ходе раскопок были обнаружены различные украшения с армянскими узорами, комнаты с армянскими надписями и архитектурные конструкции. Обнаруженные архитектурные сооружения включают различные здания, жилые, культовые и общественные помещения. Эти конструкции не только свидетельствуют о архитектурной гармонии армянского народа, но и показывают историческое значение региона, также социальную и культурную жизнь жителей. Сооружения свидетельствуют об архитектурной гармонии армянского народа, демонстрируют историческое значение региона, также социальную и культурную жизнь жителей. Находки дают исключительное представление, как жили и творили люди того времени, насколько богатым было их культурное наследие. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!